Друзья, сейчас вам расскажу, чем хорошо иметь такую веранду, как у нас, которая нагревается на солнышке. Ну, кстати, когда нам не надо, мы опускаем жалюзи, она не нагревается. Вот сейчас, в межсезонье такое, мы пока жалюзи еще не опускаем. Смотрите, на улице 11 градусов. Если бы мы опустили жалюзи, то там на веранде тоже было бы 11 градусов. Но мы специально жалюзи не опускали. Видите, у нас везде жалюзи. Опускаешь, и тогда здесь тенек, и такая же температура, как на улице. Также все окна у нас вот так открываются, Настя, шход. Опа, ну, их можно сдвигать. Одно, второе, вот там третье. И когда ты их сдвигаешь, это летом получается такой продув, что прямо тут шикарно. Ну, вот сейчас 10 на улице, а у нас здесь 21 градус. Он, конечно, будет постепенно уходить, уходить, опускаться ночью. Но вот сейчас 9 часов, 21 градус. И благодаря такой веранде энергосберегающей, мы можем здесь находиться осенью, когда на улице 10 градусов. Но если на улице 10 градусов и солнце будет светить, тут вообще может быть 25. И даже находились, помнишь, зимой, был минус 5 или минус 10, но светило яркое-яркое солнце, и тут нагрелось до 20 градусов. Представляете? Вот, ну... Да, ну, а когда придет лето, то у нас специально... Здесь у нас сетки везде, никто к нам не залетит. Мы просто будем открывать. Днем открываешь вот это, сдвигаешь на открывшуюся часть сетку. Вон они везде. И к тебе никто не залетает. И при этом здесь температура уже совсем другая. Даже может быть холодней, чем, к примеру, в доме. Потому что здесь сквозняк. Ну, представляете, оттуда тянет сюда, отсюда тянет сюда. А если открыть еще дверь вот эту вот так, то и там окошки открыты, так тянет. То есть тут вообще просто получается шикарное место. Вот, поэтому на все случаи жизни. Так, мы уже открыли сезон поедания шашлыка на веранде. Вот у Дани тут какой-то напиток. Так, у нас шашлык, и мы открывали пиво, бат, когда готовили. Так что выходим на веранду. Сейчас только что сняла клетча с Ричи. Все ко мне на шашлык. Нет, Ричи, у тебя шашлык будет позже, я буду сняла клетча с тебя. Вот, а мы вот такое пили, когда готовили. Бат, Сережина, любимая. Так, ну что, мы трапезничаем, сидим, вот там я в окне. Эй, привет, друзья! Я. Решили чуть-чуть. Просто я включил, чтобы было чуть теплее. Ну там было 21, а так будет 24. Включил инфакрасный обогреватель, он прямо над нами. Некоторые могут его не видеть, потому что мы же никогда не поднимаем туда, я не знаю, то есть мы рассказывали раньше, что я не знаю, что я не знаю. Специально над нами, он 0,7 киловатта. Сейчас сидим здесь под нами. Просто как под нами. Нет, вот тут очень тепло. В общем, здесь где мы находимся, очень тепло. Прямо вообще класс. Он прекрасно, греет именно вот как бы людей, вещи. Ну, в общем, греет эту зону, где мы сидим, и вот почти от нас. И что я хочу сказать, зимой даже его включаешь, и сразу, он греет сразу. То есть он может быть воздух так и не прогревает, но ты сразу себя чувствуешь. То есть под ним можно сидеть, то часами, и просто обалдеть. Даже если на улице будет 0 градусов, а тут под ним будет тепло. Вот так мы все посчастливим. А кондиционера, кстати, у нас тут нету, потому что он не нужен. Есть вот этот вот вентилятор. Открываешь все окна, так такой сквозняк будет, что я вот тут сидеть не могу, когда вентилятор работает, или вот окна все открыты, потому что холодно. А я люблю тут, где там сдремнуть на этом диванчике. Нет, ну с вентилятором, да. А вот окна все откроешь, сквозняк будет. Твоя мама приезжала, тоже будет сквозняк. То есть когда самая жара, это приятно. А чуть-чуть жара спадет, и все. У нас же подмосковная-то жара, она такая. До четырех жара, а потом все, опускается, опускается. И ночью все равно холодно. Как солнышко скрылось, то все, сразу холодает. Летом может быть две недели, когда там ночью плюс 20, 22. Все. Все остальное время, но ночами тут реально, ну температура опускается 10, 15, 12. А если взять август, то там может быть и 8, и 10, и 13, это понятное дело. Как сейчас. Да, сейчас сейчас. Ну там буквально в конце июня, начале июля две недели. На видео кажется, такое мясо как будто красное-красное. Вообще море грей. А это инфракрасный обогреватель может вот так делать. Инфракрасный. А сейчас нормально. У меня белое, а кажется красное. Не знаю, тут камера как-то передает. Камера передает неправильно. На самом деле, мясо белое. То, что вот все, мы его разламываем, оно белое. 25 лет назад? Да, это я буду тоже знать. 20 лет спустя. Да, они сейчас рассказывают, что там. Что они рассказывают? Все они врут. Это все они кликбейт делают. Рассказывают, что он хотел. Это они на меня хайпят просто. Они все любят. Хотел он часы. Какие часы? Я не ношу часы. Ладно, покажи, какие часы понравились. Ну ладно, просто покажи нам на память, какие часы тебе понравились. Покажи на память. Он просто не знал, кто хотел часы, кто не хотел. Такие часы, знаете, у него же есть часы хорошие Apple. А он вот не знал, хотел или не хотел часы, которые, как они называются, механические, Даня? Или кварцевые? Чварцевые, да? Или какие-нибудь механические? Механические есть, кварцевые есть. Я хотел себе механик сахстан под заводом. То есть, хочешь, а они не заводятся. К треболете, да? Да, к треболете. А сейчас нашел кварцевые. Покажи. Это же Швейцария чистая, да? Нет. А что это? Это Швейцария. Там была Италия, это США. Это США уже? Да. Италия стоила сколько? Стоит 46, сейчас стоит 56 уже подождите. 46 тысяч стоили, когда он вот думал покупать нет, а сейчас уже 56 стоит. Представляете, как цена на 10 тысяч подорожала. А сейчас, которые ты смотришь США, сколько они стоят? Покажи. Секретную информацию. Ну, покажи на табло-то. Нет, не хочу. Ты же их нашел. Что, дорого? Дороже или дешевле? Я, в целом, так и не видел. Какие часы ты хотел? Конечно. Часы не хотел. Это же интересно. Нет, я потом это увидел во влоге. Ну, давай. Рутуб у меня, кстати, есть. Кстати, друзья, сейчас я хочу сказать вам, что вы знаете, что китайцы, возможно, приехали, чтобы помогать закрывать YouTube. Ну, такая информация проскочила. Ну, вы знаете, есть вбросы, есть не вбросы. Кто-то приехал, конечно, какую-то кибербезопасность делать. Закроют YouTube непонятно. Потому что то говорят да, то нет. Поэтому, вас предупреждаю, у меня есть канал Дзен, с таким же названием почти что, но у меня есть все в описании. Может, там жизнь в московской семье, а не жизнь в Москве, вот так называется. Вот. Подписывайтесь туда, даже если вы там не смотрите, то хотя бы, чтобы не потерять, если закроют YouTube. Во-вторых, там иногда выходит видео раньше. Я вот не знаю, может, вообще туда буду раньше выпускать, потому что там загружать мне быстрее. Ну, посмотрю. Во-вторых, у меня есть Рутуб. Ну, там вообще все глухо. Ну, пока выкладываю туда. Не знаю, мне не очень нравится площадка, но выкладываю потихоньку. Все, больше ничего у меня такого нет. Ну, Instagram, понятно. Но можно также, конечно, VPN-ы подключать, осмотреть и YouTube будет, если даже заблокируют. Наверное, Instagram также может смотреть мой через VPN. Ну, вот я что-то вообще ленюсь VPN включать, туда захожу редко. В общем, пока Даня думает, он не хочет показывать какие часы, потому что он еще не определился. Ну, чтобы не показывать. Если купят, тогда покажем вам. А может, не решить, не покупать, потому что у нас, знаете, как все. 7 пятниц на неделю. Ну, и выбираем тоже, потому что часы-то эти тоже недешевые, поэтому хочется выбрать те, которые будешь носить. А не так, чтобы заплатил там 50, как он сказал, те стоили, а потом не носить. Ну, а так у него вот эти часы, покажи, Apple-овские, да? Ну, обычно они. Ну, такие же, как у меня, у Сережи, вот. Ты пользуешься ими функциями, вот этими, что там, шаги? Да. Это все удобно, да? Этим пользуюсь. Списываю. Всем, кто списывает, списывайте, да. Ну, там можно фотку сделать, да, и потом вывести на экран. Вообще-то, может даже ГДЗ заходить, то есть, если ты скинешь с телефона сообщение, на телефоне, ну, ссылку, копируешь ссылку с ГДЗ, например, кидаешь на сообщение, открываешь в часах сообщение, там будет эта ссылка, и можно перейти на средницу на ГДЗ. Да, сейчас все учителя тебя послушали внимательно и начнут забирать телефоны. Да, ты это пропитываешь. Мотали на УС. Да. Все. Вот, лично мотал на УС. Ну, мы ему давали сейчас мясо, так что не думайте, он съел много. Его еще ждет банка его. Я же говорила, что он от сухого корма отказался, мы его теперь кормим мясом. Ну, не таким шашлычным, а я имею в виду мясом для собак, но он хороший, очень консерва. Не бывает даже, но шашлычным мясом нет. Вот, и шашлыки он вот тоже поел. Так, друзья, ну, мы наелись. Все, прекрасно сидим. И еще не спорят, ловились. Прекрасно сидим. Здесь у нас дискотека. Праздничное настроение, видите, как. Выключаемся. А мы прям в дискотеке-ка! А если он пустой? А если пустой? Ну, это есть сухо-заряженные, они, когда сухо-заряженные, они идут из магазина, а потом все равно заливаешь электролит. И это самое. По какой уровень? По какой уровень? А по какой уровень заливать? А? По какой уровень заливать? Ну, там, залил почти, ну, там, с один метра, по-моему, вот она оставилася, от пробки, там, чтобы... Когда он лежит, когда будет кипит, там будет вот... И когда заезжаешь, пробки не закрываешь, он у тебя зарядится, потому что он там будет кипеть, не сравнивать. И вот когда зарядится, и все. Понятно. У тебя там 6-го уровня? 12-го? 12-го. 12-го, да. 12-го уровня? Ага. Ну, так, ну, так, как повторно. Да, и вот эта самая подрасть, она, ну, увеличится, заряется, и все, и штан аккумулятор идет. Ну, она обычно там, бывает 3-4 часа. Угу. Бывает, бывает, больше. Хотя в зависимости, теперь я один, как кондент. Угу. Ну, еще. Понятно, то есть надо купить электролит. Да, купить электролит. Ну, электролит, это не продается. Сейчас я не знаю, сейчас вообще, когда это самое, они, все аккумуляторы идут, какого, уже заряженные, они даже не обслуживаются, нифига, ничего, они их, как говорится. Угу. Закрытие. Ну, на автомобилях так делают сейчас. Это утра все были, они у нас с пробками, там, открываешь пробку, это самое, все видно. А сейчас я, вон, сколько, у меня, в машинной палатке-то, я, наверное, у меня, сколько, до долгих было, и я, наверное, не доивала, ничего не делал. Уже он открытый? А? Уже он открытый? Открытый смешок. Подразделился, подразделился. Китайский смешок. Все нормально. Короче, они не обслуживаемые называются. Ага. А есть обслуживаемые? У тебя такой? Это советского производства, если они? Китайского у него. Китайского. Мы его ставили на зарядку уже, но, короче, он что-то не работал. И папа смотрел, говорит, что что-то надо залить туда, чтобы тебе позвонить. Не, ну, пробки есть там у вас? Да. Ну, вы что-то заглядывали? Да. Сухо там. Сухо там вообще. Сухо там, да? Ага. Ну, это... Ну, обычно там самое... Если бывает, доливают это са, какая поздность была, какая что-то там... Доливают это до исцелированный воду. Ну. Ну, я обычно делал, я всегда на машине, на автобусе работал. Я на воду почти никогда не заливал. А если он там что-то выкипел, я ему сразу электролит в бокс туда залью. А электролит он там продается в этом самом магазине. Когда завтра купил? Хорошо, мы купим завтра. Да. И заведите его, и все. Так, понятно. Там только электролит, да? А? Только электролит нужен. Ну, только электролит заливаешь, и его, это самое, ставишь на зарядку вперед. А, хорошо, понятно. Зарядил еще. А ну, не знаю, ты же ездил, но мало, на магазинке. Да. Ну, и у тебя это самое, зарядки мало было. А ты заводил, и все, заводил, и он у тебя разрядился, и все. А ездить мало, работал мало, понимаешь? Ну, он должен у тебя подзаряжаться, аккумулятор. А тут есть, у тебя реле, реле должно стоять. Подзарядку. Это ваши деньги хочешь, чтобы мы скинули. Спасибо, спасибо. А то мы тут думали, вспомнить не можем, что надо заливать. Да, Гене, когда не делал, потом не знаю. Сразу же не делал. Не-не, ну, там, это самое, там все просто. Там, ты просто там так же самое. Молотец, знаете, зарядку ставит. Плюсы, на плюс красный, на минус, черный, и все. И 220. Зарядка ставится, готова. И по времени, сколько там. Ну, и все, все подстраиваю, все, все, все написано. Хорошо. И, да, все. Пока не, пока дома не ставили, а где-нибудь там, это, Подальше. У вас же есть там на даче эта комнатка, которая делается, большая, кредитная. Потому что, когда он стоит, он будет все, откуда выходить. Это кислота, что-таки, это тоже кислота. Аккуратно надо, чтобы не пролить, ничего, он еще пройдет на. Вот, да, что-нибудь раз. Аккуратно. И еще и плотно, плотно, чтобы была там, что-то, перчатки не выделяются. Перчатки пролезут. Единого нет. Не знаю даже. Ну, в кислородах это читает, а так должно быть. Хорошо. Еще. Понятно, понятно. А там ничего, там ничего, что-то словарит просто. Ага. Ну, если я вам уже это самое, он не сделал, он может сколько-то словарит, значит купить и новую. Перед завтра сделаем, отчет предоставим. Да, завтра попробуем, что мы сделаем, отчет, тебе скажем. Я не знаю, он это сам, может, его сфоткуют, а вот его, в серебре, он купил, на перше билет, и что он там? Коряшку. Коряшку, да? Макет, да, он теперь купил. Коряшку, да. Нет, скутер. Короче, там, по-моему, аккумуляторы у него литийные, у нее это самое. Нет, обычный. Нет, обычный. А как он, не может быть такой обычный. Скутер? Бензиновый. Бензиновый. У папы бензиновый скутер, говорит он. Папа говорит, у него бензиновый скутер. Бензиновый скутер? Да. до бензина ездит нет скутин на бензине он не обслуживал алькубулятор не обслуживал алькубулятор он тоже боится ну 6 и вот каждая банка 12 лот 6 раздели по 4 метра это милиток который он должен показать на банку одевая если банка она раньше они осыпались и банка не работает например если 6 4 2 не работают и провериваются и общую провериваются понятно понятно хорошо есть ну есть проверьте потом сам полностью провериваются он старый стал забыл и еще и на зарядку и и самое главное плотность можно и воды давить если там это самое можно и воды будет плотность то только дистиллированную воду заливать а мы электролит купим вот электролит завели и завели и все недолго приезжали этот аккумулятор а он вдох опять буквально не прошла неделя там электролита нет ну вот сегодня открыли смотрим а там вообще пусто я говорю звоним дедушке я не знаю как его заряжать я так знаю но никогда не заряжал поэтому звоним дедушке он тебе все расскажет что нужно делать что будет кипеть что будет шнур заливать что нужно плотность мерить и вот теперь-то мы все знаем он попробует электролит ему что он оживет а если он не оживет начните давайте убить его замовы ну понятно но попробуем его оживить потому что в принципе ты понимаешь он начально работал но то ли он у него не под не подзаряжает вообще в принципе его в этом его питбайке может там у него же там и должен быть это самый маленькая генератора тепло Tea А ты когда о которых включаешь фара горит это без аккумулятора нет без аккумулятора он не горит без аккумулятора нет когда ты завела его горит går нет если нет аккумулятора нет ну пойди сюда 對啊 это этому его не будет гореть Не, по идее, это должно быть как, если там есть генератор, который вырабатывает ток, то сейчас он заведет его, у него должна фара загореться, правильно же, правильно Ну, без аккумулятора он не должен заводиться Как не должен, у него уже есть ножка, можно завести его Кикстартер, кикстартер, ногой задергаешь и заводишь Ну, у него там нога на это стоит Ну, сейчас он заведет его, сейчас посмотрим, есть у него фара или нет Вот, завел его Сейчас фару включаешь А, горит фара, все, горит Фара горит Все, значит, должен заряжаться Да, он должен заряжаться Ну, понимаешь, он в прошлом году катался, катался как-то тут Горит, знаешь, как-то, если он мигает Скажу, дай ему, нормально Короче, он ездил мало, а заводил его в час Нет, мы раз его сняли, его домой занесли А-а-а, а то, бывает, он еще может разморозить Не-не-не, мы сняли его, я знаю, что У него слабая эта самая плотность Аккумулятор, он может заморозить, замерзать Ну, хотя зима-то не сильно холодная была, ну, все равно Ну, что, попробуйте электроритику и все Я, я помню, еще у меня вот самое, я там еще на городе, когда на уладите там начальника, там, на штабелье возил И вот у меня аккумулятор там, это самое, я прям... Дверь подерни, Вера, чуть-чуть Залили, правильно Я даже без зарядки его, прямо это самое, электролиту налил, прямо машину поставил От другого аккумулятора завели машину, и все, я поехал Пока, а съездил Симпланец, пока мы приехали обратно, и он машину зарядил То есть ты много будешь кататься и зарядить, шутер Завтра мы все это сделаем здание, потом тебе сообщим Нет, завтра электролит заедем в... Как его... Автомобильные запчасти Ну да, 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 да Да, купим там мы это Да, имею это самое Просишь, просишь, идем, есть, нет, и все там Если нет, значит, лучше тогда бери аккумулятор, покупай новый Угу Чтобы это самое, не париться, ничего тогда И сейчас это... На маме телефон отправлю тебе фотографии Как я на питбайке Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь фотографий Питбайка, да и коляшка у тебя не питбайка У меня питбайка, у меня скутер Скутер называется Все, я отправил ей на телефон Мопед, мопед, смотри, какой у меня мопед у меня Тебе не показывала, мам, это фотки, нет? А? Фотки тебе не показывала, нет? Нет, нет, нет Ну, поди посмотри, я отправил ей Не ясно Хе-хе-хе-хе Привет, я тебя прокачу Да ладно, мне прокатить, я нахер слесить и шпичить, что уже, блин Он сам прокачит Угу Короче, не болячки нах, задолбавили Да, ну где же не подчерпеть Мне кажется, сейчас погода тоже шкалит Погода тоже, да Пусть мы столько атмосферного давления сейчас погода и стоим Солнечные, солнечные дни Ну, нет, я не знал, как это самое Зимой вообще ничего, потому что мы на морозду А все, зима пошла, уже тепло стало На левой руке палец большой У меня тоже У тебя кожа не болит? А? Кожа не болит на пальце? Нет Нет Сустав внутри, внутри сустав Ага Где вот эти вот, али Сочленение вот это Он так все верится, ну, куда я его сейчас набираю Я хоть и раз не мажу, тут, ну А какая мазь? Какой ты мазью мажешь? Какой мазью мажешь? Какой мазью мажешь? Мазью хорошая, да у них Ага Смотрит Угу Понятно А ты, это самое, слушай А? Ты, Женя, купи этот самый велосипед с мотором Я не хочу, лучше такое Велосипед с мотором Это, конечно, прикольно, наверное Да Ну, они нормальные Ответы только, по-моему, кидачи делают А они в Москве Посмотри, они сколько Они там Да я знаю, что они Мотаются только так На этих велосипедах Вот эти все, которые, знаешь, наркозы Ага Я так хочу Ага Велосипед с мотором Нет, ну, мы ей давали она, ездил на этом Я ездил на этом А он такой, как на велосипеды Он и не тяжелый, ничего Да, да, я знаю, знаю Я ездила на этом И Женя сама может с ним управляться Так, Женя, на этом каталась? Ну, тем более Тут вообще, тоже нет коробки-то, ты как это? Тут вариатор стоит, газ жмешь, и все она сама делается переключается я стыгну просто гажмешь и стоит вариатор и он сам вообще сказка это как хотел бы целый поехал но уже двухместный поэтому мысли как бы но на зале садится и мы едем втроем кататься нормально а у него там не протоколста чтобы так унести ну так вот и у него идет система как машины ключи брелок сигнализация там все блокируется это точно я плачу 4 4 500 у нас в москве 150 рублей в сутки тут у вас получается сколько 2300 делим на 30 дней получается по 76 рублей в день нормально конечно в апреле до мая месяца вот в мае, первого мая пройдет в сутки а они там, ты же знаешь, я раньше ставил там помнишь? да помню помню а они сейчас по кругу, по забору везде навесы сделали навесы, то вообще шикарно навес там загоняет туда, под навесом там не солнце, ничего шикарно сейчас нормально тогда как это и ставит да нормально помню, ты знаешь, там не птички, ничего там не самое что у тебя не грязь, ничего нам бы такую штуку, мне тоже надо в москве навес кто бы сделал да что, когда приедет-то? нет а когда угомать он уже и отношал к ней некогда нету детей детишки забавно она даже пограть не успевает есть уже жалоб дверь ну ты там это, это, намекни что уже парадные шашлыки-то да я на майский наверно я сам хочу шашлык на майский я говорю, что уже парадный шашлык есть уже мангал, он там уже ждет же майский праздники сейчас там новый закол вышел ну короче, там сколько там метров от этого самого дома чтобы шашлыки твои стояли так они стоят на межде, у него вдалеке нет, там 5 или 7 метров от дома был дом рядом не я короче там короче, такая же мягкая у нас никто это не делает понятно ну еще еще хотят это самое хотели сделать чтобы кто в город там дома на даче машину штрафовала 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 адвокат говорит ну по автомобилям там занимается это фигня ага он говорит что сосед не против то говорит ты ничего не сделаешь ну правильно все а соседа в полбилен значит ничего не сделаешь хоть три кресли ну парни а что ты вышел на свой участок что ты человек не может помыть машину что ли я чуть не пойму не ну знаешь здесь бывает это самое когда соседи жалуются начинают а соседям то чего вообще твой участок а что соседям то не покупаешь ты же моешь машину ты даже не дым не жгешь ничего просто машину помыть ты моешь машину это вся жидкость впитывается в твою землю да твой Ну не знаю, все, в матери ты живешь, и в ней говори, я симпат, я как пионер. Костырь вырос зубы и пошел потихоньку. С ними же они уже сговаривали. Пойдем пускай фотки, пойдем посмотреть. Фотки не смотри, сейчас я тебе выставил фотографии. А я телевизор свой, родну-то, на материн поставил. Я его положил на кровать, я так вот, по всему ниже постучал. Ну? Ну, это самое, я не знаю, что там, это же может помогло, может нет, потом вынес его туда, на этот, на мой, там же у меня тумбочка стоит. На балкон, что ли? У меня кровати не стоял. Потом думаю, дай-ка я его включу. Ну? Включил? Вот. Он меня заработал. Угу. Постучал, заработал. Я подсоединил антенну. Ну? Все, он меня теперь, я только теперь, я не сам, кнопку не переключаю. А наш чей телик. А он только на розетку вткнул. Ага. И он-то, наверное, включается. Еще он постоянно так вот, ну что там, наверное, вот этот выключательник кто-то сделанный на этом что? Он, видать, то ли западает, то ли, фига, его знает что. А я сейчас постоянно разрешил, он сразу туда и пошел, сразу заработать. А почему она астерик, который мы тебе отдали? смотришь тот и другой одновременно как ты включил два одновременно это мощи в однокомнате задели как вот уже там телек и там учителек балдеешь может там просто пыль внутри попала пыль попала внутрь пыль не знаю а потом я значит это самое я не стал ему бы это а купил мой пульт еще санька мне а я это сейчас только в розетку втыкаю там не наживаю отран розетку он включается еще чтобы она не щелкала не щелкала там постоянно понятно понятно ну отлично вот так короче короче призначи я постучу хорошо 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 а мне не по себе же нужно делать не хрень что знаешь ну понятно ты говоришь на себя а а слушай еще что там это самое я в газовке ходил что за повестку нет что есть что за повестку есть нужен аккумулятор для ребенка ну Сашка мне присылал где-то сейчас я посмотрю где-то у меня он он же мне слал да Саша Сашка мне слал тогда сейчас посмотрю куда он сейчас да он никак там у других не было от ребенка он и есть от ребенка он только к нему и подойдет больше никому сейчас там это вот защелка у всех разная и размеры сейчас баги мне Сашка слал фотографии сейчас посмотрю подожди да ладно потом короче если попадется купит то что здесь я ходил у меня нет ага я ходил тут пульт два дня искал потом нашла и Сашку еще сказал во-первых твой пульт вы тогда уехали а пульт остался телек забрали а пульт остался да у меня был еще старый культ сказали там стоял на балконе а кто же его живут ну такой квадратный задний ну я знаю кинескопный старый еще был да с пушкой сзади Алексей забрал его а пульт остался вот я ему пользовался у меня это самое ну вот а потом я это самое доказывался что у него это осталось только две кнопки стали работать остальные перестали 30 минут 30 минут ну это что долго очень долго разговариваем да что-то это самое МТС не знаю нет 30 минут не нет просто долго разговаривали уже 30 минут прошло да ясно ну ладно Серёж давай да все мы зарядим потом тебе сообщили да фото пусть посмотрят короче что зависит от тебя как ты скажешь шлаки твоя это самая замаринуваешь звонишь выеду да что шлаки шлаки тебя замариную за полчаса скажи что фотки смотрел не забыл короче все все хорошо хорошо скажи про фото хорошо все девушка давай тогда все иди бабушка смотрю фотографии ага сейчас я пошел пошел и Даня позвонил хорошо сейчас пойду бабушке телеграмм она блин как партизан посмотрит сама и никому ничего не показывает ага вот вот такие вот у нас каждый как это как это новый работник слышали про новый работник все давай все на связи все пока всем приветом ага сейчас мы еще отдыхаем идем уже сейчас будем что скажет Даня разбирать шкаф завтра придут рабочие расскажешь что завтра будет завтра будет постилка ламината да я буду постелить ламинат ламинат да на держи ламинат в общем друзья смотри мы сейчас пойдем в дальнюю комнату будем разбирать шкаф потому что завтра надо стелить ламинат рабочим и значит получается так что нам надо все там прибраться сами сами мы стелить не хотим я уже это говорила потому что но это время мы хотим время на что-то другое потратить и я думаю что это самый правильный вариант сережки не написали сколько будет стоить вот в общем мы сказали им посчитать но что-то они не посчитали ну завтра вам все расскажем покажем вам комнату вот она сегодня друзья всем пока всем хорошего вечера приятного приятный пятничный приятного пятничного вечера хорошего настроения подписывайтесь на наши каналы не забывайте что у нас есть канал на дзен инстаграм у нас есть и всем пока мои друзья